На Кубани установилась жаркая погода. Столбики термометров местами поднимаются выше 35 градусов. И прогнозы синоптиков неутешительны. В этом году среднемесячная температура июля будет выше нормы. Лучшее спасение от изнуряющей жары – это, конечно же, отправиться на море. Именно так и сделали наши корреспонденты. Анна Монастыренко с подробностями. Чтобы оказаться на море, вдоволь покупаться и позагорать, жителям Славинского района далеко ехать не надо. У нас, как говорится, под боком свое собственное море – Азовское, которое ничуть не уступает Черному, а в некоторых моментах и превосходит его. Марина Смирнова приехала из Норильска в поисках лучшего места отдыха, объездила все Черноморское побережье. Но однажды, побывав на пляже «Оазис», для себя решила, что отдыхать теперь будет только здесь. Пляж хороший, отдыхаем, всегда ездим, приезжаем к родственникам в Краснодар и сюда ездим, отдыхаем. С ночевкой здесь удобно, нравится. Вот сделали же, там, столовую сделали. Обустроено, хорошо. Как раз для отдыхающего лета, как раз отдыхать, все для людей делают. Кто хочет развлечений, тот в Анапу едет, а кто хочет отдыхать, едут сюда отдыхать. Для удобства отдыхающих на берегу моря установлены зонтики, теневые навесы, лавочки, оборудованы питьевые фонтаны, душ. Работает магазин и кафе. Круглосуточно дежурят спасатели, полицейские. Работает медицинский пункт. На ночь можно снять домик с кондиционером. В общем, для комфортного и приятного отдыха здесь действительно созданы все условия. И это не просто слова, это мнение самих отдыхающих. Отдыхали здесь и в том году. Очень приятный пляж, чисто, хорошо оборудован для детей. Недалеко относительно Голубицка или Черного моря. Ну и думаю, что для такого отдыха достойно и по цене, и по качеству пляжа. И еще один большой плюс. Здесь, в отличие от Черноморского побережья, немноголюдно. Вода комфортной температуры и всегда чистая. Идеальное место для отдыха, особенно с детьми. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».